Первый акт, вторая сцена. Дом синьора Капулетти. Входят Капулетти, Парис и слуга. Я и Монтеки понесли убытки. На нас обоих наложили штрафы. По правде, для чего нам, старикам, брониться дальше и чинить раздоры? Парис. Вы оба уважаемые люди и жаль, что долго длится ваш разлад. Однако же на мой вопрос теперь что вы ответите? Капулетти. Отвечу то же самое, что дочь моя еще не знает жизни. Ей нет еще 14 лет. Пусть пару лет пройдет, тогда опять за мужество мы станем обсуждать. Парис. Моложе, чем она, вступают в драк. Капулетти. И быстро вянут, если это так. Смерть у меня забрала все. Вот только дочь осталась мне на радость старику. И в том, кому она свое подарит сердце, настаивать я, право, не могу. Но если приняла она решение, одобрю я его без промедления. Сегодня вечером у нас назначен бал. Я множество гостей туда позвал. Тех, кто мне мил. И вы приглашены. Надеюсь, что вы этим польщены. Прекраснейших красавиц хоровод. Пред вами развернется небосвод, усыплют звезды. Ночь укроет вас от слишком любопытных глаз. И вы среди цветов прекрасных не проведете ночь напрасно. Жульена тоже будет на балу. Без права на такую похвалу. Обращается к слуге. А вы, любезный, обойдите по списку всех, кто здесь написан. И пригласи к нам в дом на праздник. Да поживей. Капулетти. Парис уходит. Слуга. Обойди по списку всех, кто написан. А кто прочтет мне то, что здесь написано? А может тут сказано, что у трубочиста в штанах портновский метр, а у пахаря садовый шланг, а у портного огромный болт, а у пекаря простой карандаш? Обойди по списку всех, кто здесь написан. А как прочесть мне этот список? Надо бы найти кого-нибудь поумнее себя. Входят Бенволио и Ромео. Продолжающий разговор. Бенволио. Запоминай. Огонь сразишь огнем. Морской прилив встречай волной покруче. А если дурно пахнет от тебя, тебя испачкай в более вонючем. Коль хочешь от болезни излечиться, другое нужно срочно заразиться. Ромео. Я слышал, помогает подорожник, когда его к больному месту ты приложишь. Бенволио. Куда же его нужно приложить, Ромео? Да к сломанной ноге, Бенволио. Какой, Ромео? Которую сейчас тебе сломаю, Бенволио. Да ты с ума сошел, Ромео. Нет, не сошел. Я как в смирительной рубашке. О, как же сильно ты меня до... Добрый день, приятель. Слуга. Любезный сэр, вы можете читать, Ромео? О, я могу читать свои тяжкие жеребьи по слогам, слуга. Для этого знать грамоту не надо. А можете прочесть то, что вы видите, Ромео? Ну, только если мне знакомы буквы и язык, слуга. Да, это от души. Счастливо оставаться, Ромео. Постой, приятель. Я могу читать. Синьор Мартинус, супруга и дочерью. Граф Ансельма и его прекрасная сестрица. Вдовствующая синьора Виртулио. Синьор Плаченце с его прелестными племянницами. Мир Пуцу и его брат Валентин. Мой дядя Капулетти с супругой и дочерьми. Моя прекрасная племянница Розалина. Ливия. Синьор Валенция и его двоюродный брат Дебальд. Люцио и резвушка Елена. Чудесная компания. Куда же их зовут, слуга? Туда, Ромео. Туда, это куда, слуга? К нам в дом, Ромео. В чей дом, слуга? В дом моего господина, Ромео. В самом деле, я должен был спросить тебя об этом в самом начале. Слуга, я отвечу вам раньше, чем вы спросили. Мой хозяин, синьор Капулетти. Он очень богат и знатен. И если вы не из дома Манцекки, заходите к нам вечерком и опрокиньте чарочку прекрасного вина. Счастливо оставаться. Бенволио. Сегодня на балу, помимо твоей милой Розалины, соберутся все лучшие красавицы Вероны. Иди туда с открытыми глазами, сравни ее с другими. И лебедь твой окажется вороной. Ромео. Коль оскверню мои глаза, подобные ересью, пусть слежи завыргут их. Пусть яблоки глазные, как еретики, сгорят в священном пламени. Они прекраснее всего, что видел свет. И без нее мне свет не мил, и жизни нет. Бенволио. Постой, ты видел лишь ее красу, отравлен ею взор. Других красот не видишь ты в упор. Я укажу тебе на кое-кого сегодня. Коль заверять мне будешь, ты к вечеру про милую забудешь. Ромео. Пойду с тобой. Но не красавец ради, а ради той, что лучше всех на маскараде. Первый акт, третья сцена. Дом Капулетти. Леди Капулетти. Кормилица, где моя дочь? Зови ее сюда. Кормилица. Клянусь моей невинностью в 12 лет, что звала я ее. Ягненок, маленькая птичка. Не дай Господь. Ну где же ты, Джульетта? Джульетта. Как сейчас? Ну кто меня зовет, кормилица? Твоя мать, Джульетта. Мадам, я здесь. Что вы желаете, леди Капулетти? Кормилица, оставь нас ненадолго. Нам нужно посекретничать. Кормилица, вернись. Я вспомнила, что ты должна присутствовать при этом разговоре. Ты знаешь, что моя дочь уже взрослая совсем, кормилица? Ей-богу. Ее года я могу сосчитать до часочка, леди Капулетти. Ей еще нет 14 лет, кормилица. Я клянусь моими 14 зубами, хотя, по правде говоря, их всего лишь 4, что ей еще нет 14. Сколько осталось до Петрова дня, леди Капулетти? Две недели с лишним, кормилица. С лишним или без лишнего, не об этом спор. А 14 ей стукнет точь-в-точь на Петров день. Сюзанна и она, упокой все христианские души Господь, были ровесницами. Но Сюзанна уже на небесах. Видно, она была слишком хороша для меня, и Господь ее прибрал. Но, как я уже сказала, в ночь на Петров день ей и исполнится 14. И выйдет она замуж? Все это очень помню хорошо. 11 годков уже прошло с того землетрясения. Она тогда была еще младенцем. Нет никого, никогда мне это не забыть, тот день. Из всех, что я на свете прожила, тот самый памятный. Натерла я себе соски полынью горькой. Сидела я при этом на солнышке под каменной стеной в голубятне. Мой господин и вы в то время были в мантуе. Вот память-то моя крепка. Так вот, она схватилась за сожок, почувствовала горечь. Глупышка расплакалась, оттолкнула грудь. Тут голубятня затряслась, и я полагаю, не нужно объяснять, как быстро я оттуда бежала. На тот момент она уже сама стоять могла. Нет, вот те крест, ведь бегала уже. За пару дней до этого она упала и ударилась коленкой. Тогда мой муж, упокая его душу Господь, он был всегда навеселе. Поднял ребенка на руки и говорит. Тоже это выставляет коленки вперед. Когда немного поумнеешь, научишься ты ножки раздвигать. Научишься, Джульетта? И малышка, я вам клянусь, тут же перестала плакать и сказала, да. Ну, вы поняли, о чем она шутит. Я проживу тысячу лет, но не забуду, как он спросил. Научишься ты ножки раздвигать, Джульетта? И она отвечает, да. Леди Капулетти, достаточно об этом. Я умоляю, успокойся, кормилица. Да, мадам. Но смех так и разбирает. Вы подумайте, малютка перестала плакать и говорит, да. Коленкой, я клянусь, была с огромной шишкой. Удар был жуткий и плакала так сильно. И муж промолвил. Кто же это выставляет коленки? Когда немного поумнеешь, научишься их раздвигать. Научишься, Джульетта? И она тут же успокоилась и сказала, да, Джульетта. И ты, угомонюсь, прошу тебя. Я говорю тебе, кормилица. Все, я уже молчу, молчу. Бог отметил тебя своей милостью. Ты была самым чудным ребенком из всех, за кем я ухаживала. Теперь хочу одного. Дожить бы до твоей мне свадьбы, Леди Капулетти. Свадьба. Как раз о ней я и пришла поговорить. Скажи мне, дочь Джульетта, как ты бы к свадьбе отнеслась, Джульетта? Об этой чести я не помышляла, кормилица. Об этой чести, Господи. Когда бы не я была твоей кормилицей, сказала бы я, что ум ты с молоком всосала, Леди Капулетти. Ну так поразмышляй об этом. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А по моим подсчетам, я стала твоей матерью моложе твоих лет. А это значит, ты вполне уже поспела. И вот ведь совпадение. Прекраснейший Парис искал твоей любви, кормилица. Ну, юная леди, это мужчина. Один мужчина на весь мир. Ну, просто извояние. Леди Капулетти, веронским теплым летом краша, уверяю, ты цветка не сыщешь, кормилица. Да, он цветок по правде. Я клянусь, что он вообще цветок, Леди Капулетти. Что скажешь ты? Такого джентльмена ты способна полюбить? Его ты вечером на празднике найдешь, и на лице его, как в книге, ты прочтешь. Изысканным пером начертанный сюжет. Восторга тайного среди изящных черт. А если что-то будет скрыто или тайно, ищи всему в глазах истолкования. Прочти же эту книгу о любви. Он одинок, скорее его бери. Он всем хорош, но, чтобы лучше быть, в изысканный футляр его бы хорошо вложить. Не нужно рыбу в море украшать, но в глубине ее не увидать. Но книга, как и человек, нуждается в изящных украшениях. И в книге тем история ценна, чем больше золотом украшена она. И так займешься ли ты им, пока он ненароком не уплыл к другим? По знатности ему ты можешь равной стать. Взять все его и своего не потерять. Кормилица. Не потеряет. Она мужчин. От мужчин женщины только приобретают. Особенно в Италии. Леди Капулетти. Скажи мне коротко, понравится тебе его любовь, Джульетта? Я на него взгляну, коль так угодно вам. Но я не стану предлагать усилий более, чем значит ваше слово в этом разговоре. Слуга. Гости собрались. Все готово. Вас зовут. И все спрашивают, где прекрасная юная леди? Кормилицу клянут, на чем свет стоит в кладовке и все вокруг верх дном. Идите туда, умоляю вас, прямо сейчас, леди Капулетти. Мы следуем за тобой, кормилица. Ну, девочка, придется ночью потрудиться и прилично, чтобы дальше жизнь сложилась на отлично. Субтитры создавал DimaTorzok